МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вторую неделю мы все следим за другими санкциями, которые, правда, не столь успешно вводятся. Это битва Роскомнадзора с телеграммом, в ходе которой обесточиваются целые сегменты Рунета. Сети Альфа-Банка, они тоже попали под горячую руку или не пострадали?" -"Знаете, у нас еженедельно докладывают руководители IT-подразделений о доступности сети. И вчера буквально был очередной доклад. И вот цитирую руководителя нашего IT. Он сказал, что эта неделя была одной из самых успешных с точки зрения доступности, то есть с точки зрения работоспособности сети Альфа-Банка. -"Ну а вообще в этом конфликте российского государства, ФСБ, с одной стороны, понятно, что Роскомнадзор, это скорее фронтмен только в этой истории. И телеграмма, вы на чьей стороне?" -"Я, безусловно, на стороне телеграмма. И мне кажется, что особенно для нашего государства, развивающегося и которое желает, декларировать, по крайней мере, стратегию вхождения в сон цивилизованных государств, это неприемлемо. Даже по причинам так или иначе понятой, установленной национальной безопасности". -"Но если представить... Даже не будем обсуждать этот вопрос, что террористы там что-то обсуждают в мессенджере. Это понятно, что это весьма условное оправдание, если называть вещи своими именами. Но если представить, что Дуров или кто-либо другой действительно создаст независимую финансовую систему, где все платежи будут происходить внутри мессенджера, ну это же действительно опасно для любой экономики. В этом есть логика? Я не представляю себе, как можно создать замкнутую, независимую финансовую систему. Я, честно говоря, об этом не думал. Но мне кажется, что... Но это версия, которая специально была слита в прессу, что это все из-за того, что Дуров решил создать... Мне кажется, с точки зрения бизнес-логики, это какая-то пустая идея, пустая затея. А зачем, собственно, это создавать? С какой целью? Ведь вы все равно должны будете иметь абсолютно точно взаимоотношения с государством с точки зрения той же самой валюты, с точки зрения регулятора, с точки зрения, безусловно, лицензий. Это все существует. Ведь у нас никто не протестует, что должна быть лицензия у банков. Она должна быть, это установленное правило. У нас никто не протестует, что должны быть нормы достаточности капитала банков для того, чтобы они соответствовали представлению о надежности. Не, ну логика такая. Смотрите, что вот биткоин, на который многие государства смотрят очень, мягко говоря, косо, это все-таки такая сложная система, мол, на нее надо погрузиться, понять, как она работает, не так уж просто эти биткоины, неподготовленному человеку войти на этот рынок. А если будет эта система внутри доступного мессенджера, то тот же самый биткоин, грубо говоря, он намного более простой. Вот в этом опасность. Почему эта логика, вам кажется, неправильной? Мы вот не финансисты, стихи, мы правда не понимаем. Ну, смотрите, мне кажется, что, во-первых, я отношусь к инструменту, к биткоину серьезно, да, и считаю, что в каком-то том или ином виде это будущее, и, значит, отмахиваться от него нельзя. Также на него смотрят наши мои коллеги, но Альфа-банк не оперирует этим, да, зная, что там очень большая волатильность, зная, что пока это, так сказать, разминка такая, да, очень интенсивная. С точки зрения использования это в мессенджере, я просто думаю, что это опять-таки будет занятие для очень узкого, хотя и, может быть, там, относительно узкого круга лиц, занятых спекуляцией и не более того. У меня еще один вопрос относительно телеграммы. Несмотря на то, что вы давно уже не в структурах российской власти, но так или иначе ее логику вы себе представляете. Вот мы две недели наблюдаем эту битву между властями российскими и телеграммом. С одной стороны, все смеются, потому что Роскомнадзор бежит за телеграммом, а телеграмм работает. С другой стороны, все пугаются, потому что с каждым днем все больше сервисов страдает. Например, Google. Зная логику российской власти, чем это закончится? Смотря на все это, власть отступит назад, потому что не получилось. Или наоборот... Придумав какое-то красивое оправдание. Или наоборот, будет в желании сохранить, в стремлении сохранить лицо, будет продолжать борьбу. Во-первых, одна из новелл последнего десятилетия, это, как я вижу со стороны уже, это абсолютное усиление силовых структур, в частности ФСБ. То есть, этот орган, он абсолютно везде, его мнение абсолютно везде слышно, оно абсолютно везде учитывается, и это мнение зачастую, оно главенствующее. Естественно, это все, так сказать, обосновывается интересами национальной безопасности. Да. Что касается отступит ли власть, философия нынешней власти такова, что компромисс это слабость. Философия нынешней власти это признание собственной вины, это слабость. Философия нынешней власти, публичное признание своей вины, это преступление. Философия нынешней власти, выраженная в народной поговорке, это божья роса. И мы видим, как выступает представитель МИДа, соответствующий, наш представитель в Организации Объединенных Наций, и какой-то отпечаток накладывает, в общем, на публичное появление очень образованных, я их лично знаю, и интеллигентных людей. Это просто уже вот, так сказать, те навыки, которыми, не обладая которыми, ты уже не будешь соответствовать нынешней власти. Поэтому, боюсь, что процесс отступления нынешней власти, даже вследствие того, что это признание внутри ошибочным ублюдением, мы с вами не увидим. Возможно, будет какая-то спецоперация по такому отходу, да, завуалированному и с дымовым прикрытием, пропагандистским, а слава богу, есть, так сказать, ресурсы, неограниченные просто, пропагандистский ресурс, когда людям можно все, что угодно рассказать, объяснить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова